Так, мы сегодня решили встретиться, интервью взять, которое вы давно хотели, с девушкой с нарциссическим расстройством личности и встретиться, соответственно, мы решили в детский мир. Эту девушку я уже давно знаю, она пишет комментарии на моем блоге на ютубе, она очень мне помогала, комментировала, даже давала рекомендации по вопросу нарциссического расстройства, поэтому мы решили встретиться. Вот по комментариям было такое ощущение, что человек довольно-таки взрослый, довольно-таки такой зрелый и такой матерый, матерая, смотри, матерая такая, манипуляторша, вот такая прожженная, там еще Брежнева живого увидела, там еще такая. Плюс она мне высылала некоторые, ну, давай пройдемся немножко, это некоторые рекомендации, а, то, что, о, можно о сексе говорить? А? Ну, то есть, некоторые сексуальные аспекты она мне помогла понять, вот, и прокомментировала некоторые, да, очень интересно, и они привели к выводу, который вот я вот мне хочу очень тоже интересно с вами поделиться. О, как раз Харри Поттер. Тебе не кажется, что Харри Поттер, это, это кафе, или, а, раньше здесь кафе было? Тебе не кажется, что Харри Поттер, это вот, безотволд, немножко связано с этим самым, с нарциссизмом? Вот, это такая, какая-то магическая страна, уходит такую, какую-то защитную, магическую фантазию. Ну, скорее, у меня ассоциация, точнее, так, я Харри Поттера, честно говоря, не смотрела и как-то не люблю, ну, просто специфика. Не трогай. А просто, ну, скажем, специфика мне не очень привлекается, там, фэнтези и всякое вот такое, как ни странно. Но, вообще, ассоциация волшебников, вот, и такой тематики, это, скорее, какое-то всемогущество. Вот, ну, то есть, опять же, мальчик, который, в принципе, ребенок, ну, или, там, дальше, подросток, ну, в общем, одним словом, парень, который, так, по большому счету, то еще, ну, достаточно молодой, у него не должно быть, там, каких-то особых ресурсов или суперспособностей. А вот, у него есть такое всемогущество, то есть, он может совершать какие-то значимые, вообще, ну, влияющие действия на мир. Ага, Бизардин Голд, да? То есть, да. Ну, мне кажется, вот, какая-то, вот, у меня, вот, как-то, вот, то, что я слушаю нарциссов, вот, у них, ну, вот, непонятно, а одержимость контролем. Вот, что должно быть все, все, как я хочу, даже в таких абсолютно непринципиальных моментах. И это, вот, мне кажется, связано вот с этим, что, вот, я придумала себе такую тему, что все, как я хочу. У меня просто одна девочка, она после нарциссма ушла в шизофрению с одним, только таким, только когда узнала, что первый раз в жизни, она сказала, пошло не так, как я хочу. То есть, это настолько принципиально, настолько важно, вот это вот, как я хочу, и все. Ну, это вообще, мне кажется, в целом, такая нетерпимость к фрустрации, как говорится. Ну, то есть, ребенок, ну, нарцисс же ребенок, все равно, который еще не вырос до конца. Вот, и поэтому тут, опять же, там, в зависимости от тоже видов нарциссов, но условно, когда у тебя психика, там, слабая, неокрепшая, естественно, тебе будет трудно отказать. Ну, как психопатам и всем остальным. И вообще люди с расстройством личности, то есть, они трудно переживают тут какое-то, когда что-то идет не так, как они хотят, потому что, в принципе, психика нересурсная. Вот, ну, и тут еще, ну, я предполагаю, можно еще как-то связаться с тем, что, опять же, если были такие строгие родители, которые там во всем отказывали и заставляли делать именно так, как они хотят, а не так, как хочет ребенка, соответственно, это как, ну, своего рода гиперкомпенсация психики, что, вот, значит, все должно быть так, как я хочу. Ну, потому что тебя, как бы, и так ломают, ломает свою дуэтичность, родители говорят тебе не делать так, как ты хочешь, поэтому... Ну, это не всегда так, иногда нарциссы очень часто вырастают из абсолютно заброшенных детей, из беспризорников или вот там где-то в домах или что-то такое.